Заваривать мусоропроводы в Солигорске начали в 2014 году. С того момента мусороприёмники закрыли в 145 домах. На очереди ещё 75 многоэтажек. К концу 2017-го мусоропровод в подъезде отойдёт в прошлое, говорят коммунальники. Солигорск избавляется от мусорных камер в домах отнюдь не первый. К примеру, в Гомеле о мусоропроводах забыли ещё в 1995 году. Главная идея программы – стимулировать население к раздельному сбору мусора. Если уж отправился с мусорным пакетом к контейнерной площадке, несложно будет и разделить пластик, стекло, бумагу. Вместе с тем, сама процедура ликвидации мусоропровода непростая. Прежде чем заварить мусорные люки в подъездах, коммунальникам нужно выполнить несколько условий. Для начала обустроить контейнерную площадку с твёрдым покрытием и ограждением, а также расставить достаточное количество контейнеров. Их в солигорских дворах хватает. Только в этом году 600 новых контейнеров для твёрдых бытовых отходов установили коммунальники. Ещё столько же – экокомплекс, но уже для раздельного сбора мусора. С появлением новых металлических контейнеров со специальными отверстиями в экокомплексе уже фиксируют рост объёмов собранного раздельно мусора. Правда, недосчитываются колёс у самих контейнеров. Но главная проблема на сегодня – подобрать место для контейнерной площадки. Она должна располагаться не ближе 15 метров от домов и 20 от детских садов и игровых площадок. Эти нормы не выдерживаются в основном в старых дворах. Начали в первую очередь с тех районов, там, где хватало контейнерных площадок. То есть по нормативу посчитали, посмотрели, где была возможность. В первую очередь заварили там. На сегодняшний день в городе ведутся работы по дополнительному устройству контейнерных площадок. Процедура довольно-таки тяжёлая, в том плане, что необходимо согласовать с жильцами, согласовать с санстанцией, с экологией, чтобы все нормы соблюсти. В новых дворах как раз-таки попроще. Вот даже если обращаются председатели новых кооперативных домов, которые только заселились, чтобы даже не разваривали эти мусоропроводы, не открывали, чтобы потом лишних проблем не возникало. Сама процедура заваривания мусорного люка занимает пару минут. Затем бывшие мусорные отверстия покрасят, а сам мусоропровод продезинфицируют. В четвёртом ЖЭСе от мусорных камер избавились 33 из 64 домов. Прежде чем заварить мусорные люки в подъезде, обязательная работа с жильцами. Работники ЖЭСа расклеивают объявления, проводят собрания и заручаются согласием жителей. Поддержать инициативу должны более 50 процентов жильцов. По-разному относятся. Сначала принимают в штыки, что не нужно. Потом соглашаются. И после заваривания мусоропровода есть даже благодарность. То, что заварили, то, что стало намного чище в подъезде. Нет запаха. Очень чистенько, аккуратненько. Люди, во-первых, выносят мусор раздельно, бумагу отдельно, пластика отдельно. Это тоже как бы своё плюс для вторичных ресурсов, сбора вторичных ресурсов. Много идёт пластика, очень много. Почти каждый через день вывозится экокомплексом. Даже бывает, что им звоним, что приезжайте, потому что люди привыкают и очень всё хорошо. Что он есть, что его нет. Сразу, конечно, думали. Потом расширили. Это где-то было два месяца назад. Заварили нам мусоропроводы. Жильцы мои довольны, конечно. Все в дому. Согласились с этим. Я, конечно, обошла всех сразу, чтобы не было никакого казуса. Все согласны у меня. Сказали хорошо, хорошо. И ну вот, можете посмотреть, как оно у нас. Такую всеобщую поддержку идеи ликвидации мусоропроводов жильцы, конечно, высказывают не всегда. Выходом из ситуации может стать буква закона. Мусоропровод можно закрыть и в соответствии с пунктом два закона об обращении с отходами, согласно которому физические лица обязаны обеспечивать сбор отходов и разделение их по видам, если для этого созданы необходимые условия. Это правило солигарчане повсеместно нарушают. Едва ли не в каждом мусорном контейнере для твёрдых бытовых отходов можно увидеть стеклянные пластиковые бутылки. Народ у нас вообще абсолютно, как говорит Центр, на сегодняшний день не приспособлен для сбора торсырья. Поэтому государство хочет подстегнуть, чтобы люди собирали. То, что люди мотивируют тем, как мы будем выносить на сегодняшний день, как выносят все в старой жилой застройки. Вон, допустим, тот же самый пятый микрорайон. Все прекрасно выносят, выходят с пакетиками и бабульки, и дедульки, и молодые мамы. Проблем как бы таковых нету. Честно говоря, намного приятнее заходишь, когда ты в подъезд зашёл, и в подъезде всё-таки нету запаха вот этого, потому что сейчас вот у нас температура наружного воздуха, она за 30. Заходишь в подъезд, там, где есть мусоропровод, запах, соответственно, присутствует. А в старый живой фонд пришёл, чувствуя, что на одном этаже готовят борщ, на другом плов тушат. Оно приятно по подъезду пройти. В дополнение к ароматам блюд жильцам обещают и экономию средств. После ликвидации мусоропровода подешевеет услуга по уборке подъездов. Работниц комплексной уборки избавят от необходимости ежедневно чистить мусорную камеру. По словам коммунальников, жильцы многих домов уже взвесили все за и против и предпочли чистые подъезды. Так, на днях жители дома 12 по проспекту Мира обратились с просьбой заварить в их подъездах мусорные люки.